Сура 34. Сааба. С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Вся хвала лишь одному Аллаху, которому принадлежит все, что в небесах и на земле. Ему хвала и в вечной жизни, и ведь он мудрый, ведающий. Он знает все, что входит в землю, каждое семя, каждую каплю воды, и все, что выходит из нее, каждый росток, каждую крупицу, все, что нисходит с неба, и все, что поднимается на него, все дела его рабов и другое. И ведь он милосердный, прощающий. И сказали те, которые стали неверными, не наступит для нас тот час, начало дня суда. Скажи им, о посланник. Нет, клянусь Господом моим, ведающим сокровенное, непременно и однозначно придет он, час, к вам. Не утаится от него, не останется незамеченным для него, даже вес пылинки, мельчайшие в небесах и на земле, и меньшие, чем это, и большие, чем это, кроме как все это уже записано в одной ясной книге, на хранимой скрижале, чтобы он воздал тем, которые уверовали и совершали праведные деяния. Такие, для них прощение их грехам и щедрый удел, рай. А те, которые стремились сделать нечто по отношению к нашим знамениям, аятам Корана, пытаясь ослабить их, желая отвратить людей от слов Аллаха, таким уготовано наказание, самой мучительнейшей карой. «И видят, знают те, которым даровано знание, что неспосланное тебе, о Мухаммад, от твоего Господа Коран, это есть истина и ведет неспосланное тебе к пути величественного, достохвального». «И сказали те, которые стали неверующими, одни другим, насмехаясь, не указать ли вам на человека, имея в виду пророка Мухаммада, который возвещает вам, что после вашей смерти, когда вы полностью истлеете, вы снова окажетесь в новом творении, воскресните?» «Измыслил ли он, имея в виду пророка, на Аллаха ложь, или в нем есть одержимость бесами?» «Нет, совсем не так, как говорят неверующие, так как Мухаммад правдивейший из правдивых». «Те, которые не верят в вечную жизнь, окажутся в вечной жизни, в наказании, и в этом мире они пребывают в далеком заблуждении». «Неужели они, те, которые не веруют в вечную жизнь, не видели того, что находится перед ними и что позади них, а именно небо, которое окружает их, и землю, на которой они живут, чтобы задуматься над тем, насколько велико могущество Аллаха?» «Если мы пожелаем, то заставим землю поглотить их, как сделали мы это с короном, или бросим на них обломок с неба, как это произошло с народом пророка Шуайба». «Поистине, в этом упоминании непременно содержится знамение для каждого раба, который обращается к Аллаху с покаянием». «И вот уже даровали мы пророку Дауду от нас некое преимущество, пророчество, писание и знание, и сказали мы, «О горы, возвращайте восхваление Господу вашему, вместе с ним, с Даудом, и птице тоже восхваляйте его. И сделали мы мягким для него железо, так что оно было в его руках подобно тесту. Делай кольчуги длинными, чтобы они хорошо покрывали тело воина, и определи меру в кольцах кольчуги, чтобы они не были тонкими, что кольчуга не будет защищать тело, и чтобы также не были толстыми, чтобы кольчуга не стала тяжелой. «И делайте, о Дауд и твоя семья, праведное, дела повиновения Аллаху, ведь поистине я вижу то, что вы делаете. А пророку Сулейману подчинили мы ветер, утро его, путь, который проделал этот ветер до полудня, месяц пути всадника, и вечер его, путь во второй половине дня, месяц пути всадника. И заставили мы для него течь источник с расплавленной медью. А из джинов подчинили мы ему таких, что работают перед ним по дозволению его Господа. Кто же из них, из джинов, уклонится от нашего повеления, тому мы дадим вкушать наказание пламени ада. Делают они джины ему, Сулейману, что он пожелает, алтари, пристройки к местам поклонения Аллаху, изваяния из меди и стекла, чаши, по размеру как водоемы, в которые набирается вода, и неподвижные из-за огромных размеров котлы». «И сказали мы, совершайте дела повиновения Аллаху, о род Дауда, в знак благодарности вашему Господу за то, что он даровал вам. Но немногие из моих рабов благодарны. После того же, как мы исполнили по отношению к нему, пророку Сулейману, смерть, когда он умер, ничто не указывало джинам на его смерть, на то, что пророк Сулейман умер, кроме как только животное земли, которое подъело его посох, на который он опирался. А когда же он упал, джинам стало ясно, что если бы они знали сокровенное, то не оставались бы в унизительном наказании, выполняя трудную работу по приказу пророка Сулеймана. Пророк Сулейман умер во время молитвы и продолжительное время стоял в таком положении. Джины же думали, что он смотрит на них, и продолжали безостановочно работать. У племени Саба, в их поселении, которое располагалось в Йемене, было знамение, указывающее на могущество Аллаха. Два сада, один справа и другой слева. И к ним приходили увещеватели, которые говорили, «Питайтесь уделом вашего Господа и благодарите Его, ведь место, где вы живете, это благая страна, с хорошим климатом и плодородной почвой, и ведь Аллах, только Которому должны поклоняться, прощающий Господь, прощает, когда к Нему обращаются с покаянием». Но они отвернулись от повелений Аллаха, от благодарения Его, и не признали Его посланников, и послали мы на них бурный поток, который разрушил плотину и затопил их сады. И заменили мы им их два плодоносных и прекрасных сада двумя другими садами, обладающими горькими плодами, тамариском, деревом, у которого нет плодов, и несколькими терновниками. «Этим, этой заменой, воздали мы им сабийцам за то, что они стали неверными и неблагодарными. Разве мы воздаем кому-нибудь так, кроме неверных и неблагодарных? И устроили мы между ними, жителями Сааба в Йемене, с теми селениями, в которые мы не спослали благодать, селения Мишама, видные, заметные селения, которые связаны между собой путями, и определили в них путь, сделали так, чтобы от одного поселения до другого можно было добраться без сильной устали. «Идите между ними, теми селениями, ночи и дни, в любое время, когда пожелаете, будучи в безопасности от жажды, голода и врагов». И сказали они, сабейцы, когда им наскучило однообразие благополучной жизни. «Господь наш, увеличь расстояние между нашими путешествиями, между селениями, и этим причинили они зло самим себе, и сделали мы их повестями, назидательными историями для тех, которые будут жить после них, и разорвали на клочки, раскидали по земле так, чтобы они не вернулись». Поистине, в этом, в том, что случилось с сабейцами, однозначно содержится знамение для каждого терпеливого, при трудностях и благодарного Аллаху за его благодеяние. «И вот Иблис подтвердил, нашел правдивым в них, в их деяниях, свое предположение о том, что он ведет в заблуждение всех потомков Адама и что они станут повиноваться ему. И они же последовали за ним в неверии и заблуждении, кроме группы из числа верующих, потому что они были стойки в повиновении Аллаху. И не было у него, у Иблиса, над ними, над неверующими, никакой власти, чтобы принудить их совершать неверие и ослушание Аллаха. Но, однако, Аллах Всевышний по своей мудрости дозволил Иблису внушать людям неверие и грехи, лишь только для того, чтобы мы узнали, отличили тех, кто верует в вечную жизнь, от тех, кто в сомнении о ней, чтобы произошло то, что Аллах знал уже, с извечности, и чтобы узнали это его творение. «И ведь Господь твой, о Мухаммад, хранитель всякой вещи». Скажи, о Пророк, этим многобожникам, призовите тех, о которых вы утверждали, что они достойны поклонения, кроме Аллаха. Пусть они помогут в том, в чем вы нуждаетесь. Они, те, которых вы взяли за богов, не владеют даже весом пылинки на небесах и на земле. И нет у них, у этих божеств, там, на небесах и на земле, никакого соучастия. Нет для него среди них, среди ваших божеств, помощника. Аллах ни в чьей помощи не нуждается. И не поможет перед ним ничьё заступничество, кроме заступничества только за тех, для кого он позволит. И когда Аллах Всевышний обращается с откровением к какому-либо пророку, это слышат ангелы, которые на небесах, и испытывают пред ним почтительный страх. А когда страх будет удалён от их сердец, они, ангелы, скажут одни другим. «Что сказал Господь ваш?» Те скажут «Истину, ведь Он высочайший, великий». Скажи, о посланник, этим многобожникам. Кто питает вас с небес, давая свет и не спосылая дождь, из земли, выводя растения и устроив в ней полезные ископаемые? Если они не скажут, что это Аллах, то ты скажи «Аллах даёт всем пропитание». И поистине, кто-то из нас один, мы или вы, либо на истинном пути, либо в явном заблуждении. Скажи, вас, о многобожнике, не спросят о том, что вы, верующие, согрешили о наших грехах, и нас не спросят о том, что вы делаете, потому что мы отрекаемся от вас и вашего неверия. Скажи, «Соберёт нас Господь наш в день суда, а потом рассудит нас в истине, по справедливости. И ведь Он раскрывающий, знающий. Скажи, покажите мне тех, которых вы предали Ему сотоварищами, в поклонении». О нет! Дело обстоит совсем не так, как вы описываете. Он, Аллах Величественный, в отомщении тем, которые предают Ему сотоварищи, мудры в своих словах и деяниях. «И послали мы тебя, о Пророк, только ко всем людям радующим, о награде Аллаха, вестникам и предостерегающим о Его наказании, увещателям, но однако большая часть людей не знает истину, и они отвращаются от неё». И говорят они, эти многобожники, насмехаясь, «Когда же сбудется это обещание о том, что Аллах соберёт нас, если вы говорите правду?» Скажи ему, Пророк, «У вас есть обещание дня, вам обещан один день, который вы не отсрочите ни на час, чтобы успеть покаяться, и не приблизитесь к этому сроку ни на час, он не наступит раньше того момента, который установил Аллах». И сказали те, которые стали неверными, мекканские многобожники, «Не уверуем мы в этот Коран и в то, что не спослано до него, все книги, которые были не спосланы Аллахом до Корана». Когда иудеи и христиане сказали, что описание Пророка Мухаммада сходится с тем, что есть в их писаниях, многобожники начали отрицать и прежние писания. «А если бы ты, о Пророк, увидел, как эти притеснители будут поставлены в день суда пред их Господом для расчета? Одни из них возвращают к другим речь, спорят, упрекая и обвиняя один другого. Те, которые были слабыми, ведомыми, говорят превозносившимся, высокомерным, которые были их предводителями. Если бы не вы, то мы обязательно были бы верующими, говорят те, которые превозносились, предводители, тем, которые были слабы, ведомыми. Разве мы отклонили, удерживали вас от истинного руководства, после того, как оно пришло к вам? Нет, вы сами были, стали бунтарями, неверующими, выбрав неверие по собственной воле. И сказали те, которые были слабыми, ведомые, тем, которые превозносились, своим предводителям. Нет, наоборот, хитростью ночи и дня, вашим постоянным злым замыслом против нас, которое нас привело к этой погибели, было то, что вы приказывали нам совершать неверие в Аллаха и делать Ему равных в поклонении и служении, совершать нога Божия. И утаили они сожаление, когда увидели наказание, которое им приготовлено. И наложили мы оковы на шеи тех, которые стали неверными за их неверие. Воздаётся ли им, кроме как только за то, что они сами делали? Это наказание является лишь воздаянием за их неверие. В этом аяте содержится предостережение следовать за заблудшими и заблуждающими. И не было так, что посылали мы в какое-либо селение увещевателя, посланника, который призывает к вере в Аллаха и служению Ему, чтобы не сказали жители его селения, живущие роскошно, погрязшие в наслаждениях и потехах. «Поистине, мы в то, с чем вы посланы, не веруем». И сказали они, «Мы богачи вас, имуществом и детьми, и Аллах дал нам всё это, потому что Он доволен нами, и мы не будем подвергнуты наказанию ни в этом мире, ни в вечной жизни». Скажи им, о посланник, «Поистине, Господь мой уширяет, увеличивает удел, кому пожелает, из числа своих рабов, испытывая, будет ли он благодарным ему, и ограничивает удел, кому пожелает, тоже испытывая, будет ли он проявлять терпение, а не из любви или ненависти к кому-либо. Но большая часть людей не знает, что это испытание для его рабов, потому что они не размышляют. И не ваши имущества, которыми вы гордитесь, и не ваши дети, из-за которых вы проявляете высокомерие перед людьми, не являются тем, посредством чего вы приближаетесь к нам, к Аллаху, приближением, разве только приближаются к нам те, которые уверовали и поступали праведно. Человек приближается к Аллаху своей верой и праведными деяниями, а не имуществом и детьми. И такие, уверовавшие рабы Аллаха, получат обещанное, им многократно умноженное, от десяти до семисот раз и даже более, воздаяние за то, что они совершали в своей жизни, и они будут пребывать в райских горницах, будучи в полной безопасности. А те, которые стремятся сделать нечто по отношению к нашим знаменям, аятам Корана, пытаясь ослабить их, желая отвратить людей от слов Аллаха, те, такие, будут ввергнуты ангелами в вечное наказание в аду. Скажи людям, о посланник, поистине, Господь мой по своей мудрости уширяет, увеличивает удел, кому пожелает из числа своих рабов, и ограничивает удел для него в другой раз. Если вы израсходуете что-нибудь из вашего имущества на те цели, что он повелел вам, то он возместит это потраченное, дав другое имущество в этом мире и даровав награду вечной жизни. И ведь он лучший из дающих удел, и он дарует удел оттуда, откуда вы не ожидаете. И в тот день, когда он, Аллах, соберет их, многобожников, всех в день суда и затем скажет ангелам, упрекая тех, кто поклонялся им, «Неужели эти многобожники вам, ангелам, поклонялись?» Скажут ангелы, «Приславен ты, о Аллах, никто тебе не равен. Ты, о Аллах, наш покровитель, которому мы обращаемся за покровительством, повинуемся и поклоняемся, помимо них, мы отрекаемся от этих многобожников. Наоборот, они, многобожники, поклонялись джинам, большая часть их веровала в них, в джинов, в повиновении им. И в тот день, в день суда, не будут владеть одни из вас для других ни пользой, ни вредом. Те, кому поклонялись помимо Аллаха, не смогут ни помочь поклонявшимся им, ни причинить им вред. И скажем мы тем, которые были несправедливы по отношению к самим себе, совершая многобожие и грехи. Вкушаете наказание огнем, адское наказание, которое вы считали ложью, не поверили в истинность слов Аллаха и его посланника, что это наказание будет. А когда читаются им многобожникам наши знамения, аяты Корана, будучи ясными в изложении, имеющие очевидный смысл, они говорят, этот Мухаммад, он только человек, который хочет удержать вас от того, чему поклонялись ваши отцы, от поклонения идолам. И сказали они, это Коран, что ты, о Мухаммад, читаешь нам, лишь только ложь измышленная, которую ты несешь от себя, а не от Аллаха. И сказали те, которые стали неверными об истине, о книге Аллаха, когда она пришла к ним, это лишь только явное колдовство. И не давали мы, не миспосылали им, этим неверующим арабам, каких-либо книг до Корана, которые они изучали бы, и не посылали к ним до тебя, о посланник, увещевателя, который предупреждал бы их о нашей мощи в наказании. И отвергли истину и те, кто был до них, до этих арабов, как, например, Адиты и Самудяне. Но не достигли они, жители Мекки, и десятой части того, что мы даровали им, прежним арабам, из благ, крепкого телосложения, продолжительности жизни, обилия в имуществе. И они, прежние арабы, отвергли наших посланников, когда они принесли им истину. И я наказал их, уничтожив уже в этом мире, и каково же было мое негодование. Скажи, о посланник, этим неверующим, я увещаю вас только об одном, чтобы вы предстали пред Аллахом, занялись размышлениями в поисках истины, по двое и по одному, потом вы поразмыслите о посланнике Аллаха, вы обнаружите, что нет вашим товарищей в Мухаммаде одержимости бесами. Поистине, он, Мухаммад, только предупреждающий, увещеватель для вас пред жестоким наказанием в аду. скажи, пророк неверующим, то, что я прошу у вас как награду, то она для вас самих, я не прошу вас за доведение до вас истины ничего, а лишь, чтобы вы приняли ее и последовали за ней. А награда моя лишь у Аллаха, ведь он свидетель всему, видит и знает все. Скажи, пророк, тем, которые отвергают единобожие и ислам, поистине Господь мой поражает, разоблачает и уничтожает ложь истинной доказательствами от себя, и он является знающим сокровенное все тайное. Скажи, пророк, пришла истина от Аллаха, единобожия и ислам, а влияние лжи исчезло, и ложь больше ничего не явит и не вернется. Скажи, о посланник, если я заблуждаюсь, то заблуждаюсь против самого себя же, во вред себе, а если я иду верным путем, то это от того, что внушил мне Господь мой. Поистине, он слышит то, что я говорю вам, и близок к тому, кто обращается к нему с мольбой. А если бы ты, о посланник, видел, как они неверующие испугаются, когда увидят наказание Аллаха, и когда не будет уже возможности для бегства, спасения, и будут схвачены для наказания из близкого места, никто не сможет убежать от Аллаха. И они, неверующие, когда в вечной жизни увидят наказание, скажут, мы уверовали в Него, в Аллаха, но как им добраться до веры из далекого места в таком положении, как им стать верующими в вечной жизни? А ведь они уже проявили неверие в Него, в то, что уверовали только теперь, еще раньше, и перекидывались мыслями о тайном, делали предположения, говоря, что нет воскрешения, сбора, рая и ада из далекого места, не имея никаких оснований для таких ложных предположений. Но разъединено между ними, неверующими, и тем, что они желали, уже нет возможности для них вернуться обратно в мир, чтобы уверовать, как было сделано Аллахом с их партиями раньше, с неверующими прежних поколений. Поистине, они пребывали, когда были на земле, воввергающим в растерянность сомнений относительно посланников Аллаха, воскрешения, расчета и воздаяния. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...